ответить на вопрос это очень важно почему при таком сильном накоплении ближнем ретесте инструмент ну пошел честно этому без обид абсолютно это самый идиотский вопрос который может человек задать в абсолютно не обижайтесь и давайте я вам сейчас объясню первое никто никому ничего не должен второе даже когда в инструменте прям все за пробой или все за отбой это не значит что он обязательно будет идти вы торгуете так называемую вероятность если бы 3 было бы что-то стопудово прям стопудово я бы вам рассказал торговля это вероятностное событие это статистика это математика не более того бывает такое что на рынке прям ну ну давайте скажем так ну до такой степени красивая картинка то есть все складывается просто замечать ближний ретест нет отката там объемы ну вообще все то есть если вы открываете эту картинку да то вы говорите ну все там стопудово она должна пойти но когда рынок открывается когда рынок открывается да то по простому это этот инструмент он никуда не идет то есть этот инструмент никуда не идет вот это основная проблема которая вас всех убивает вы сидите и начинаете спорить системы системой нельзя спорить невозможно спорить системы это просто бывает ситуация когда рынок не дал но не может же все смотреться бывает такое что все хорошо смотрится рынок хорошо там смотрится вверх все очень красиво хорошее закрытие все замечательно инструмент разворачивается идет в обратную сторону ну что в данной ситуации образно что в данной ситуации вы можете сделать в ответ ничего поэтому вы должны научиться что на рынке сто процентов просто не существует вот нету такой цифры сто процентов а не существует поэтому и упираться потому что ты при сильном накоплении ближнего теста и всего если честно посмотреть если честно посмотреть тут вот это анализ твои вот этой ситуации он вообще никакой по одной простой причине потому что здесь да можно построить какой-то канал но нету явного уровня вот если например ты сидишь и понимаешь что есть какой-то очень сильный уровень и они вот здесь вот тусуется да я рассказывал отсутствие импульса и пытается пробить вниз это одна картинка а если вы пытаетесь отторговывать вот это это другая как но это не значит что даже вот срыв базы например вот вот здесь да вот сюда что он будет идеальным для ланга нет вы торгуете вероятность вот забейте себе на носу вы торгуете вероятность вот это очень важный фактор а очень важный факт все что вы торгуете вы торгуете вероятность как только вы видите что математика в вашу сторону вы торгуете вот давайте сейчас по душам поговорим у вас заложено количество положительных сделок между 30 и 40 и вы можете зарабатывать кучу денег почему вы считаете что каждая сделка должна быть прибылью вот у меня сейчас я недавно показывал у меня один из студентов сделать 91 процент положительных сделок 91 у меня сейчас даже такого нет но вы должны понимать эту вещь что это не бывает всегда и вы не можете всегда рассчитывать если у вас даже предыдущий месяц был 91 процент есть какая-то средняя цифра в общем по этой картинке здесь две проблемы проблема первое на дневке ничего такого прям суперского нету а второе ничего железобетонного в трейдинге нет за исключением риск-менеджер то есть в трейдинге вы торгуете вероятность неважно какой инструмент вообще вы торгуете акции опционы фьючерсы вы торгуете вероятность например там есть у вас опционы да и вы строите какую-то опционную модель то вы должны понять эту вещь что вы ее делаете соответственно с рынком например там 80 процентов сложится 70 процентов сложится поэтому когда вы делаете какие-то телодвижения на рынке вы должны понимать эту вещь все-таки где статистика в вашу сторону например если инструмент не накопил то статистика будет против вас поэтому ваша задача торговать статистически те вещи которые дают математическое преимущество все смотрите давайте объяснить эту вещь просто чтобы вы понимали абсолютно неважно вы получили убыток или получили плюс самом начале когда вы учитесь самое главное вопрос только один и ответ на него один правильность если вы самом начале вы будете все правильно делать тогда никаких проблем не будет здесь вопрос только в одном это правильность сделки если сделка будет правильно у вас не будет абсолютно никогда никаких проблем поэтому вы должны понимать что если вы все правильно сделали если вы все правильно написали если вы правильно зашли в сделку и сделка была сделана по правилам вы просто должны написать заход по правилам и тогда вы себе не будете выносить мост который вы себе практически всегда выносите, да? Как вы выносите мозг? Блядь, убыточная сделка, все плохо, я потерял это, какой-то ужас. Вы просто себе напишите. Правильная сделка и убыточная. Больше ничего. Это не значит, что убыточные сделки, они плохие. Абсолютно. Поэтому даже не парьтесь. Абсолютно не парьтесь. Абсолютно не парьтесь. Абсолютно не парьтесь.